здравствуйте дорогие друзья сегодня я хочу рассказать о своих новых покупках фикс прайс сначала о вкусных покупках во первых в этот раз мы купили зефир зефир жезель крем-брюле мы берем жезель либо крем-брюле либо ванильный этот зефир мне нравится тем что он очень упругий мягкий и в нем нет крупинок сахара как в другом виде зефира поэтому мы его всегда берем прошлый раз брали ванильный в этот раз крем-брюле очень прекрасный упругий замечательный зефир дальше мой ребенок очень любит печенье в шоколаде поэтому на этот раз я купила ему колечки в шоколаде вот такие вот крендельки он их с удовольствием поедает главное что они облиты шоколадом это всегда привлекает детей и улучшает намного вкус затем я купила ребенку вот такого робота трансформера мы его еще не собирали будем собирать посмотрим как он собирается я попробую выложить в видео на эту тему но хочу сказать что это самая низкая цена на трансформеры которая мне попадалась потому что самую дешевую цену на трансформеры я видела в обычном магазине 210 рублей и причем размер он примерно такого же то есть совершенно небольшой а дальше идут трансформеры 300 и 500 и так далее то есть вообще очень дорогие поэтому я считаю за 49 рублей купить ребенку трансформера это большая удача осталось только его собрать этот трансформер он трансформируется в машину военную машину там были трансформеры которые переделываются в военный самолет или военный вертолет и в несколько видов машин я считаю это прекрасная игрушка и мы будем ее обязательно собирать тем более мой ребенок смотрит все время мультики про трансформеров и все время требует чтобы я их покупала я считаю что фикс прайсе это очень удачная цена на трансформеры дальше я купила еще тетрадь общую 48 листов она стоит 3 за 49 то есть 16 рублей 30 копеек я считаю за общую тетрадь это прекрасная цена картонная упаковка достаточно плотная обложечка и дальше в клеточку затем я купила очень хорошую книгу называется спаси и сохрани она в твердом переплете и здесь очень много молитв чем она хороша во первых это молитвы то есть это не какие-то черные заговоры а во вторых молитвы обо все здесь есть молитвы от сердечных болезней молитвы от пьянства молитвы супругов для того чтобы родить детей молитвы от женских болезней молитвы о благополучии в семье очень очень много молитв очень много я считаю это прекрасная книга на любому православному человеку понадобится тем более за такую цену кроме того про книги хочу сказать что там было очень много в мягких переплетов детективов полноценных детективов литвинова куликова полякова и так далее в мягком переплете сейчас например в киосках распечатите книги стоят 100 рублей даже выше точно такие же за 49 и считаю это прекрасная цена если вы любите вот такие вот детективы бестселлеры дальше я купила еще один лак для волос бьюти тоже за такую невысокую цену у меня уже один лак был я им пользовалась купила еще один на всякий случай конечно я бы не сказала что он очень сильная фиксация обычный лак самый обычный лак но я им пользуюсь пригодится всегда затем я хочу рассказать о бритве она на батарейках вот мы и пробовали пользоваться вот она вот и жужжит это значит она действует и хочу сказать что она хорошо бреет если полностью налысо а если ставить насадку и пытаться сделать какой-то ёжик то почему-то не получается ли получается как-то неровно я не знаю почему вот чисто налысо получается идеально дальше я купила еще один карандашик за 49 рублей а потому что предыдущий карандашик у меня уже закончился оказалось что это стерженек вот этот который выдвигается не на весь карандаш он примерно вот такого размера и поэтому довольно быстро заканчивается но сам карандаш мне понравился он очень такой жирный яркий хорошо наносится точить его не нужно но единственно что короткий поэтому пришлось купить еще один вот этот оттенок мне нравится затем я купила еще один фотоальбом мы все время покупаем фикс прайсе фотоальбом и сюда входит 96 фотографий вот у нас все фотоальбомы практически за последние годы из фикс прайса некоторые даже у нас картинки повторяются хотя я стараюсь брать разные там всегда есть выбор но я люблю с цветочными обложками и поэтому стараюсь вот такие выбирать яркие затем я купила еще раз зубную пасту силка семейная она мне нравится потому что она с мягким вкусом хорошо пенится за 49 рублей что это прекрасная цена там их несколько видов то есть можно выбрать по своему вкусу и написано что сделано в германии если она из германии тут такую цену это просто удивительная цена я считаю хорошая вещь потом я купила ребенку вот такую вот машинку у него таких такого типа машинок уже много вот тоже считаю что купить машинку такого размера за 49 рублей практически невозможно кроме фикс прайса там а самые разные виды игрушек это ребенку всегда пригодится затем я купила еще один массажер у меня один был один я еще купила он зеленый они бывают разных цветов вот вот этот массажер у нас двусторонний мне нравится вот это мелкая мелкая такая структура более крупная структура может кому-то тоже понравится я люблю вот так вот массажирует себе ноги от целлюлита я считаю это прекрасная вещь замечательная за такую цену тем более вот я видела в одном магазине в спортивном то же самое за 125 рублей я считаю выгодная покупкой когда на двух руках это вообще прекрасно затем я купила вот такую вот накладку на глаза она наполнена каким-то гелем это от отеков под глазами для того чтобы ею пользоваться нужно положить в холодильник и по утрам прикладывать надевать как масочку чтобы снимать отеки либо чтобы по-другому действовать это наоборот положить горячую воду нагреть а потом накладывать на глаза но мне больше нравится из холодильника действительно снимает отеки особенно если на ночь поешь чего-то соленого потом глаза текают и становишься как китаец которые сделали нам эту вещь поэтому я считаю это хорошая вещь вот замечательная и недорогая затем я купила ватные диски ватные диски всегда пригодятся я их покупаю регулярно они нужны обязательно если у вас доме есть дети если вам самим нужно снимать косметику с лица потом я купила сумку опять я такую сумку уже покупала чем мне нравится этот вид сумок во-первых легко вытираются они то есть такой материал который можно вытереть от загрязнений непромокаемая затем ручки укреплены на кольцах тоже хорошо и сама ручка черного цвета потому что у меня есть сумка которая ручки желтые и они буквально после первого применения становятся видны загрязнения очень неопрятный вид а вот этой очень удобно но сильно нагружать ее нельзя она может порваться а так для продуктов она годится я регулярно пользуюсь у меня таких сумок несколько разных оттенков вот этих даже две мне не понравились теперь я купила синий сан инспектор для унитаза это океан прямо одну вот такую таблетку в упаковочке бросаешь бачок водичка становится голубая пахнет чем-то неуловимым морским бризом и дезинфицирует все я беру еще зеленый и еще собираюсь взять появилась там лаванда я не брала ни разу буду брать лимон и брать не нужно потому что вода в бачке становится желтенькой как будто бы мочу не смыли я чаще всего беру зеленый или синий затем я купила еще полоски для унитаза это берешь вот эту полоску раскрываешь и приклеиваешь только на сухое место под ободком унитаза и при каждом смывании она образует пенку смывается не сразу написано что хватает на 500 смываний коробочки 5 таких полосочек хорошо дезинфицирует вот тут даже нарисовано как мы прикрепляем главное хорошо вытереть это место чтобы сам унитаз был сухой вот затем я хочу рассказать о том какие товары мне немного разочаровали прошлый раз я купила ребенку вот такого сборного робота он яркий красивый робот на них его вставляешь руки-ноги прикручиваешь вот такой вот отверточкой но в чем проблема прикручиваются они вот такими вот болтиками их прикручиваешь даже затягиваешь очень крепкая затягиваю всегда но процессе игры они опять раскручивается у ребенка уже вот эта игрушка не функционирует потому что одну ногу где-то она отпала потерялась и болтик еще один потерялся несмотря на то что я затягиваю очень хорошо но они плохо держатся а так собирается легко игрушка неплохая но вот непрактично еще хочу рассказать вот о яйцах в этот раз мы не брали я хочу сказать что прошлый раз мы взяли шоколадное яйцо киндер сюрприз на нем написано маша и медведь но внутри было не маша и медведь а какой-то гонщик ребенок тоже с ним играл он ему понравился но дело в том что откуда такая игрушка в мультфильме маша и медведь я что-то не помню чтобы там кто-то вот такой был такого типа я ожидала увидеть там машу медведя на худой конец пингвинчика ли там медведицу нету вот такой такая странная игрушка почему не знаю вот еще поэтому вот приходится брать такие игрушки в других местах еще хочу рассказать что я взяла в другом магазине недавно я зашла в магнит косметик там была акция я купила вот такие прокладки во время критических дней тут 10 нормальной то есть три капельки мне они нравятся чем они очень дешевые тогда было еще акции они стоили 23 рубля так они стоят обычно около 30 рублей я считаю что платить больше 100 или 200 рублей за то что вы используете несколько часов свои критические дни не стоит у меня например вот я могу показать одно и развернула она не такая не супер тонкая но достаточно тонко у нее есть крылышки прекрасная нормальная вещь я ими все время пользуюсь у меня тоже есть в запасе такие прокладки из дорогих вот например вот одна из них супер тонкие супер впитывающие так далее но зачем они пользуются постоянно если можно постоянно пользоваться более дешевыми а эти приберечь на какой-нибудь особый случай когда действительно нужны супер тонкие или супер впитывающие поэтому я например регулярно пользуюсь дешевыми прокладками они меня ни разу не подводили разница лишь том что они немножко толще а так никаких протеканий ничего крылышки работают поэтому я считаю что это замечательно вот но это не фикс прайс это другой магазин просто я хочу рассказать о том что я считаю вот на этом все мои дорогие подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии и желаю всем удачи до свидания